Друзья, мы с вами встречаемся опять поговорить о недельной главе. Сегодня, может быть, два момента. С одной стороны, попробовать разобраться просто в терминологии, а с другой стороны, рассмотреть очень такой непростой момент нашей истории – это грех Золотого Тельца. Что значит разобраться в терминологии? Помните, в прошлый раз я говорил о том, что чаще всего, когда мы слышим какое-то слово или какую-то фразу читаем в Тории, мы очень часто опираемся на свой собственный опыт. И в данном случае комментатор, которого мы сегодня послушаем, с одной стороны, вроде как на текст опирается, а с другой стороны, чуть-чуть не совпадает его представление об этих словах и наше представление о сегодняшнем мире, которое неприменимо в данном случае вообще, но насколько он опирается вот на точный перевод, потому что слова, которые он переводит и ставит в определенном порядке и в определенной зависимости, объясняет, эти слова с течением столетий поменяли смысл. И мало того, эти слова еще в то время, когда они были написаны, часто друг друга взаимозаменяли. Что я имею в виду? У нас с вами продолжается строительство скинии, чуть-чуть нарушена временная последовательность, когда дается задание скинию строить, когда дается задание приносить, как мы уже читали в голове Трума, приношение. И в то же время потом будет грех золотого тельца, который случился задолго до начала строительства скинии. Но так Раши нам говорит о том, чтобы мы не обращали внимания, в Туре нет четкой последовательности, что-то одно за другим. Иногда вот идет, а потом, а вот давайте вспомним, как было. Вот и идет описание какого-то события, которое предшествовало сегодняшней, теперешней ситуации. И вот строительство скинии, пока только начало, говорил Бог, обращаясь к Маши, так, смотри. Очень современный такой лексический прием. Смотри. Призвал я Бецалеля сына Ури, сына Хуры из колена Иуды. И наполнил его божественным духом. Раз. Мудростью. Два. Разумением. Три. И знанием, и талантом в любом ремесле. На иврите это будет так. Оторуах Элогим. Это дух. Бехахма. Мудрость. Уветуна. Это понимание, на самом деле. Угдаат. Это знание. Вот то, что я сейчас произнес, это так, как принято обычно произносить эти, ну, то есть понимать эти слова. Оторуах Элогим не объясняется, потому что это вот мы с ним первый раз встречаемся, когда Оторуах Элогим, это божественный дух, витал над еще не оформленной, не сформированной еще землей, над бездной. И Раши даже не берется его комментировать. Но вот хохмат, мудрость, он ставит, ну, то есть в тексте она стоит первое, и потом понимание, мудрость одна, понимание с другой стороны и знание с третьей стороны. Вы, кстати, знаете, но, может быть, не все знаете. Я сейчас произнес хохмат, бина и даат. Х-Б-Д. Это аббревиатура движения Хаббат. Они взяли себе слово Хаббат, это как три слова хохмат, бина и даат, и это теперь, так сказать, лозунца всего движения. Но мы рассмотрим мудрость, понимание и знание. Обычный перевод, но как их интерпретирует Раши. Раши очень внимательный интерпретатор. И в то же время, как мы сегодня будем об этом говорить, очень творческий человек. Ну, то есть частично он пользуется открытиями предыдущих мудрецов. Он часто цитирует Медрошину, часто цитирует Талут в подтверждении своих слов. И в то же время, время от времени появляется комментарий, который принадлежит ему. Вот он сам его вывел. И он описывает хохмат, уна и даат, он так говорит. Хохмат – это то, что ты слышишь. Это то, что ты учишь. Это то, что вне тебя и к тебе приходит. Вот она мудрость, которая рассеяна по всему иру. Все люди знают, и у каждого человека он может вполне опираться на перке. Вот язык у пахам, кто мудр, галамет меколадам. Тот, кто учится у каждого, у любого человека. Если что-то новое он узнает, это не важно, в чем человек-специалист. Это впитывается человеком. Он говорит, это внешнее, то, что ты учишь от других. Это он называет хохмат. Мы бы в современном мире не так, наверное, прочли бы слово мудрость. Потому что в современном мире хохам – это человек недостижимого интеллектуально-духовного полета. У него есть все для правильных выводов и памяти, для огромного знания. И вот человека с огромной памятью, с дисциплинированным умом, чувствующего правильное направление мышления, делающего правильные выводы, мы называем хохам. А Раши вдруг говорит, что это то, что ты учишь. Поэтому ты хохам. Ну, то есть я имею в виду сейчас поперкей, а вот по высказанию наших лицов. Ты уже хохам, если ты еще ничего, много не выучил. Но если ты учишься, не отвергая никого, ты все впитываешь в себя, ты правильно что-то делаешь. Ну, вот опираясь на это, можно сказать, что Раша предполагает обучение у каждого человека. А с нашей интерпретацией немножко не совпадает. Потому что с течением столетий хохма или мудрость – это стал самый высокий уровень. Он не начальный, он высокий уровень развития человека. Но, опять-таки, мы не можем тексту давать значение современное. Поэтому мы идем по Раши. Мы говорим, хорошо, это внешнее то, что ты учишь. Дальше труна. Чаще всего переводится как разумение. По словарю мы с вами сейчас посмотрим. Хохма – это мудрость, навыки, умения. То есть это то, что Раши сказал, что это внешнее по отношению к тебе и то, что к тебе приходит. Так вот, хохмат-лев у нас имеет несколько значений в Торе. Первое. Хохмат-лев – это вот если женщина занимается ткачеством, она берет нити, эти нити сплетает, получается ткань, и она приносит их на строительство храма. Это называется хохмат-лев. Ну, то есть она умелая. И очень часто хохмат-лев будет означать, что человек что-то умеет делать хорошо. То есть он тренированный, он воспитанный, он знающий, у него в руках все горит. Но это имеет отношение к тому последнему, что в этой фразе было сказано – талантом к любому ремеслу. Потому что задача строительства – это как раз просто ремесленное исполнение больших идей, больших задач. Хорошо. Итак, мудрость – навыки умрения. Мудрость в большом понимании. Ну, например, Ирмиану пишет 49 глава 7 посуд об Идоме. Так сказал Господь Свобод. «Разве нет больше мудрости в Теймане? Не стало совета у разумных, притупилась мудрость их». То есть люди себя ведут, сама вся страна, и дом мы ее знаем, это Исаф, это брат Якова. Вся страна ведет себя неразумно, она нападает, когда не надо, она не помогает, хотя мы братья. И жестока по своему поведению, он говорит, да, она же будет разрушена. Они не понимают, мудрость их ушла. Они не видят пути. Это мудрость такого большого порядка. Есть еще одна мудрость, например, административная. То есть вот уметь что-то делать хорошо не только руками, но и в чем-то быть искусским. Помимо этого, например, Айошуа, это последние слова уже перед окончанием пяти книжья. Последние слова, девятый посудный человек говорит. Айошуа Бенон преисполнился духом мудрости, ибо Маше возложил на него руки свои, и повиновались ему сыне Израиля, и делали так, как Бог повелел Маше. И вот она называется Мале, наполнился Руах Хохма. Руах Хохма. То есть что делал? Что делал Айошуа Бенон, преемник Маше? Он руководил народом. И вот руководить народом нужно тоже обладать Хохмой. Это тоже скилсы, это тоже навыки какие-то, которые человек применяет, но больше даже не навыки, потому что одними навыками здесь уже не обойдешься. Здесь нужно предвидение. Мы немножечко сегодня об этом говорить будем. Так вот, в словаре Хохма будет мудрость и чаще всего навыки. И теперь опять возвращаемся к Раше, то, чему можно научиться. Хотя в случае с Иоаншуа Бенон, наверное, труднее, потому что тут талант еще надо иметь. Тут надо иметь, почему? Вот здесь упомянуто не просто Хохма, а Руах, дух Элогим. Не Элогим, а Хохма. Руах, Хохма. В нашей первой фразе они разделены Руах, Элогим и Бехохма. Так что здесь вот какой-то еще и талант должен быть. Помните, что просил Шломо, царь Шломо, когда он молился Всевышнему, и Всевышнему говорит, я знаю твоих предков, я знаю твоего царя, от него я сделаю тебе все, что ты попросишь. И Шломо говорит, дай мне левшаме, слышащее сердце. Ну, слово просто еще шаме означает не только слышать, но еще и слушаться и еще и понимать, то есть осознавать. Шаме – многозначное слово. И он просит левшаме, слушающее, внимательное сердце. А почему я говорю, что очень часто термины будут взаимозаменяемы? Потому что, например, дат – знать или не знать, или бина – это понимание. Это различать, делать понятным, осознавать, что это такое. И вот левшаме тоже такое понятие, которое говорит о том, что различать, понимать и видеть, как управлять этим народом. Но в данном случае это еще предполагает некий талант. Но Раши делает акцент на другом, в другом слове, как талант имеется в виду. Пока что хохма внешняя. Потом твуна, разумение, говорит он Раши. Разумение и правда в переводе очень часто, что значит перевод? В нескольких местах были взяты слова, как они употребляются. И их интонация и значение приводится как, возможно, перевод в том или ином конкретном случае. Поэтому переводов несколько, но они, как правило, похожи. И вот в словаре будет слово ВИН. Пейти, дну, корень, ВИН, БИН. Говорить ясно, рассматривать очень хорошо, обсуждать. ВИН обсуждать. Осознавать, понимать, различать и делать понятным. То есть вот само умение различать. А мы знаем с вами, что в еврейской традиции очень большое внимание уделяется слову Аудала. Это разделять, различать то, что подходит, то, что не подходит, то, что хорошо, то, что плохо. У нас очень четко, не дай бог плохое назвать хорошим или хорошее плохим. Нет, ты должен четко разделить два лагеря, два понятия, которые никогда не смешиваются. Хотя присутствуют в каждом человеке, в то же время нельзя путать их местами. И Маха Киркоид говорит, да ничего страшного, если похуже. То есть нет, ты должен всегда называть, вот это плохо. Или наоборот говорить, вот это хорошо, в то время, когда ты поступаешь на плохо. Или наоборот, ты поступаешь хорошо, и кто-то тебя за это ругает. Ты говоришь, ну, может быть, правда, это не очень. Ну, в общем, в человеке содержится, а это понятия разные. И вот бина, понимание позволяет вам различать, делать понятным, когда вы для себя пытаетесь это выяснить. И вот Раши, это понимание, например, в Даниэле пишется, слышал я, слышал слова и не понял, слышал и не понял. То есть вот можно 10 тысяч раз услышать, и только однажды приходит понимание. Вот Раши тогда говорит, ты понимаешь, что случается? Ты сначала информацию усваиваешь, а потом вдруг она становится для тебя понятной. Понятные взаимосвязи, понятные законоверности, понятно, как это можно использовать. Это не просто информация, как ты помнишь об этом, а это уже оперативная информация. Ты можешь ею, ты можешь ею что-то создавать и применять ее уже на деле. Это уже твое, это твое. Раньше это было внешнее, теперь это стало тобой очень хорошо. Он говорит, это внутреннее, это разумение, разумный, то есть имеется в виду, что уже утонченный ум. И ты понимаешь уже сам. Ну вот если сравнить то, что Слава Ри переводит, то, что говорит Раши, то да, это активное пользование знанием. Потому что можно много знать и не уметь пользоваться. Существует целый такой разряд людей, эрудированных, скажем так, которые много читали, много знают. И в то же время ты начинаешь с ними разговаривать и понимаешь, что он не может сложить два и два. Для него отдельно существующая информация. И вдруг между ними найти какой-то мостик, и одна помогает понять другую. Нет, у него такой способности нет. Это значит, что бина отсутствует. Он не понял то, что он имеет. Хотя может повторить с любой строчки или с любого места. И этого для него достаточно. Ну вот Раши говорит, что вот это принцип, как мы с вами живем, внешнее становится твоим. Ты начинаешь уметь этим оперировать. И это становится тобой. И даат, вот в переводе чаще всего, причем самый простой, везде, сколько бы мы не встречали снова даат, как правило, оно переводится в той или иной интерпретации, то есть с небольшими нюансами, оттенками. Но это знание. И тут немножечко путаница. Вот у нас хохма, внешнее знание. И вот у нас в конце знание. Вот же перевод. Знание. И Раши по-другому понимает знание. Он понимает даат не как знание, как первое хохма. Он понимает даат, как пророческое видение. Он понимает это как налетие. Вот тут вроде бы нет опоры на текст. Потому что куда бы мы ни пошли за корнем да, мы всегда наткнемся. Йода. Он юдалит. Ай. Мы всегда наткнемся, что это знание. То есть вот не знают, как делать добро. Есть, например, у Йоны, пророк Йона пишет, что как же мне уничтожить народ, который не знает, не может различить. Да. Ле-яда. Ле-яду. Правое от левого. То есть совсем другое понимание. Где тут пахнет интуиция? Где тут пахнет открытием? Где тут пахнет наитием, как говорит Моше. Да нет. Тут в данном случае даат используется совершенно по-другому. Йода. И Амос, например, пишет в третьей главе. Не знают. Но я да. Не знают, как там Осе написано. Или как поступать справедливо, точнее, ну не точнее, наоборот, на более правильный перевод. Как поступать справедливо. Здесь написано, как делать справедливые вещи, как делать справедливость. Они не знают. То есть что-то, наоборот, утрачено. Что-то утрачено. Что-то они не могут у себя сложить в голове. А Раши пишет о том, что да, но поскольку здесь же вот в таком порядке написано, значит, он и пытается объяснить их. И он да, яде, корни яда, он приписывает божественное такое пророческое видение. Почему вдруг он так решил интерпретировать? Я уже говорил сегодня о том, что Раши необыкновенный человек. Великолепная голова, великолепное сердце. Высочайший исследователь древних текстов. Он в 11 веке живет. И то есть прошло уже тысячу лет после того, как мы перестали говорить на еврите. Он восстановил с помощью, конечно, предыдущих актеров. Он восстановил грамматику. Еврей-то очень много занимался грамматикой. И в то же время лучший комментатор. Как сейчас все говорят, нет такой книги, еврейской книги, которая вышла бы без комментариев Раши. Да, это правда. Либо в сборниках это комментарии, либо просто комментарии. Раши – это самое первое, что у тебя в школах. Я имею в виду и в Хедере, и в Яшине уже меньше, но в Хедере, в начальной еврейской школе, изучают комментарии Раши в первую голову. Почему? Потому что они самые надежные, правильные. И в то же время нужно понимать, что несмотря на то, что мы часто видим, что он цитирует Медраж, мы часто видим, что он цитирует, прямо цитирует и даже пишет сносочку, где именно это взято, Талмуд. И в то же время часть его комментариев – это его личный комментарий. Он посек, один из первых таких, который мог бы выносить решение на основании Талмуда. Это как раз то самое время, когда заканчивается эпоха Гаонов, и вот такие хахами, мудрецы, как Раши, появляются во всех уголочках Европы и Азии. И Раши сам по себе мыслитель. Вот так, как он описывает хохма Бина Туна и Да, так, как он описывает, он сам так думает. Он очень много читает и учится у предыдущих. Поэтому он и говорит, вот что такое хохма. Я так делал, и все так делали наши. И, пожалуйста, делайте все и дальше. Раши наталкивает тебя на путь, как нужно изучать Тору, как нужно становиться мыслящим евреем. Первое – прочти, что на эту тему уже написали. То, что ты можешь подчеркнуть со стороны. Второе – осознай это сам. Пойми, как устроен Медраж. У него, как у всего, что создает человек, есть алгоритм мышления. У Медраша есть алгоритм мышления, у Таумуги есть алгоритм мышления. Аллаха выводится на основе алгоритма мышления. Поймает человек этот алгоритм. То в этот момент он уже предвидит решение. Если он потом его читает, что это так, и спрашивает кого-то из своих знакомых, то получается, что само предвидение этого решения – это и есть использование алгоритма. И поэтому он говорит, вот ты напитайся старинной мудростью, а потом встань размышлять об этом сам. Ты можешь увидеть взаимосвязи, которые не очевидны, потому что одно место в Талмуде или Медраши с другим не обязательно связано, но если это стало твоим, то ты можешь их связать. Это и есть разумение или понимание самого. Самого или сам можешь понять. И вот, когда ты этим обладаешь, в этот момент ты можешь, ты становишься способен делать открытие самостоятельно. Потому что в этот момент Раша говорит, ты читаешь то, что было бы раньше очевидно. Или ты читаешь старые какие-то мысли предыдущих нудрецов, ты читаешь их вместе. Да, ты вынужден соглашаться иногда, может быть, не соглашаться, но вдруг ты увидел это по-другому. На основе предыдущего опыта. Но ты увидел это по-другому. И он говорит, это прозрение. Это прочистые видения, это наитие. Ты можешь, ты способен делать открытие. Эти открытия будут правильными, потому что ты правильно опирался. Хохмабинадад. Он так их понимает. Ну вот, очень приятно читать его комментарии в этот момент, если над ними долго размышлять, ты понимаешь, что он дает тебе очень хороший совет. Здесь просто написано. Исполнил я его духом, божественным духом, мудростью, разумением и знанием. Ну и исполнил. Раша говорит, Вот, если ты вот так, как я понимаю, будешь следовать моему комментарию, то и ты будешь исполнен рох, ты будешь исполнен божественным духом, хотя он этого не упоминает, потому что это очень высокое понятие. Хорошо. Хорошо. Это немножко занудило с терминологией. Собственно говоря, непростая история, которая, как многие мудрецы, говорили, что она же зачем-то вставлена в Тору. Можно было без нее обойтись? Можно. Вот вышли, вот хохматлев дали пожертвование, вот собрали, вот сделали, вот построили, вот пошли. Да, немножко помыли, да, немножко поплакали, но там были наказаны. Потому что страшное событие. Предательство. Вот если вы почитаете очень много, не только комментариев, но и прямой текст, первоисточники, вы увидите, что в нашей сегодняшней голове Бог о себе говорит. Я Бог ревнитель. Кане. Эль Кане. Я Бог ревнитель. То есть, Он многое может простить, но Он не может простить, что ты от Него отвернулся. Почему? Потому что все, это еще Майманин говорит, все, что Всевышний хотел, чтобы мы, то есть народ Израиля, сделал, это мы должны были принять Тору. Вот основное. Все остальное, это антураж вокруг. Если примите Тору, потому что она и награда, и будущее человечества, так сказать, вы и с одной стороны должны, а с другой стороны вы счастливы, что вы ее выполняете. И так вот, Майманин говорит, что это самое главное. И в чем же тогда, почему же он тогда обижается? Почему он обижается? Когда от Него отворачивается? Потому что как только ты отвернулся от Всевышнего, как только ты выбрал другого, не Хасвахалила, не Проназбутскаха, другое какое-то божество, в этот момент ты отрицаешь Тору. Ты не можешь исповедовать другое существо, а следовать закону Торы. Потому что закон Торы авторизован его именем. Помните Малах, который я посылаю перед тобой, это глобу назад, и один из комментариев Малаха Тора? Потому что слушайся его, этого Малаха, потому что в нем имя мое, то и имя мое. Там авторитет другой. Если ты отказался от Бога, откажешься и от Торы. Мало того, в Торе написано десять казней. В Торе написано, как Маше выводил, как им Всевышний раздвигал воды, как он явился на горе. И вдруг, в мгновение ока, в мгновение ока, сорок дней что-то произошло с людьми, что-то у них покосилось в голове, сорок дней всего прошло, не было Маше, и они говорят, сделай нам Ровин, сделай нам вождей, сделай нам кого-нибудь, кто будет идти перед нами. И мало того, они же тут же переписывают историю. В некотором смысле Тора. Тора еще не написана. Мы ее пишем. В своей жизни мы ее пишем в то время. Но они ее переписывают. Они говорят, вот, они там с радостью, с радостью кричали, сделай нам божество. И воскликнули они множественное число. Воскликнули они, вот божество твое Израиль, которое вывело тебя из страны египетской. Послушайте, послушайте, это же умы стяжима. Как можно за такое короткое время, видя все чудеса, как можно было переписать историю и оттуда выкинуть Маше, оттуда выкинуть чудеса, сказать, вот этот золотой телец, он нас уйдет. И мало того, они верят в это. И вопросы задают наши комментаторы. Почему они разуверились в Маше? Почему они нарушили первую и вторую заповедь? Тут же, помните, мы сказали, что как только ты выбираешь другого Бога, заповеди перестают быть освященными. Если этот Бог не твой, то и закон его слушаться нельзя. И они тут же нарушают и первую, и вторую заповедь, я твой Господь. Первое, и второе, не делай себе истуканов Добровольно отдали золото, отдали золото, ответ для учения Маше и Бога. Почему, спрашивают наши комментаторы. И первый ответ, который возникает, первый ответ, который приходит в голову и ранее комментаторы тоже так об этом говорили, страх. Ох, мы когда-то с вами обсуждали года три назад о том, как человек, в отличие от животного, ответственен за свой страх. И мы тогда говорили, если человек напугал лошадь на рынке и там взбрыкнулась и разбила горшки, лошадь не виноват. Она животиношка. Но если человек испугал другого человека, и тот шарахнулся и разбил горшки, тот, кто испугался, виноват. Почему? Там говорится, это в Толмуде, мы сами разбирали, как-то в Толмуде описывался случай о том, что человек несет ответственность за свои поступки. Он отличается от животного тем, что может себя контролировать. И вот перед нами люди, которые не контролируют свое поведение, по-моему, Кейли говорил, Маше опоздал на несколько часов. Ну, это один из комментариев, что просчитались. Он им сказал, что пойдет на 40 дней, но они думали, что он придет 16-го Томуза, а он должен был прийти 17-го, они просчитали первый день, там очень сложно здесь его подсчетов дней и ночей, и в общем они просчитались, то есть рано он пришел во второй половине дня. Он пришел 17-го, во второй половине дня, а они уже раном утром, 16-го вечером затребовали залповать лица, он был изготовлен, а утром они уже приносили подношение, ели пили и веселились. и он опоздал на несколько часов и народ уже переписал, как мы уже говорили, историю и он говорит, Пелли, это современная, Финкхас Пелли, современный комитет, он говорит, что это вообще характерно для человеческой массы. Масса не может без лидера, говорит Финкас Пелли, ей все равно в некотором смысле идти за Маше или идти за золотым тельцом. Если она напугана, мы говорили, что это грех, если она напугана и не может собой управлять, она делает несравнимые вещи. Маше человек, лидер, харизма, знание, мудрость и железяк кусок, ну прошу прощения за железяк, металл кусок. Да, пусть самого благородного, самого дорогого, но это кусок металла. Там есть, конечно, комментарий о том, что вот если воспользоваться псалмом, то Аарон увидел, что в этом тельце был дух, потому что дух жизни, он был как бы живой. В псалме написано, что создали они золотого тельца, который ест траву. Имеется в виду, что телец ест траву, но они воспринимают это в буквальном смысле, что этот золотой телец ел траву и он испугался. И поэтому построил жертвенник. Разные бывают комментарии на эту тему, почему он пошел по этому пути. Но переговорить о том, что для массы вообще это характерно страх быть вот без вожака. Не могут массы быть без вожака. Отдельные группы могут как-то договариваться между собой, комитет создавать, я не знаю, правительство какое-то. Но вот если собирается такая масса, а мы еще говорим о молодом народе, это потом Нахамалийбович скажет, нельзя одномоментно по волшебству с таком с опытом экспириенса назвать по-английски с таким опытом, одноразовым опытом переделать язычника в монотеиста нельзя. Они да, увидели, но этого недостаточно. Проходит 40 дней, паника заселяется в сердце людей и они возвращаются к привычному. Очень многие даже говорят, что они привыкли в Египте к образности. Да, фантастическая образность, там какие-то птичьи головы или птичьи головы каких-то у богов, там руки тянутся от солнышка, но это же привычно, то есть люди выросли, а 400 лет с этим жили. И поэтому вот тут понятно, тут непонятно. Вот один из комментариев будет, один из комментариев будет в том, что они поняли, вот немножечко времени прошло, но они поняли, как тяжело верить или служить Богу, у которого нет формы. И поэтому как только появилась зацепочка, они тут же вернулись к привычному. и мы с вами знаем не по еврейской религии, а по другим религиям. Мы знаем, что божества, которых исповедуют эти религии, как правило, как правило, имеют форму, потому что это потребность, вот как бы физическая, физиологическая потребность человека иметь некий образ. А я вам рассказывал, у меня студентка, взрослая женщина уже была студентка, она говорит мне, Реви, скажите, а вот как мне представлять Бога? Я говорю, ну вот ты попала в такую плохую компанию для этого, потому что у нас Бог не представил. Это невозможно, это совершенно абстрактное понятие, в том смысле, что привычное нам способ выражения или описания вообще ни в коей мере не подходит, поэтому он и не имеет какого изображения, в синагоге ничего нет, кроме Арон Кодыш, это святой шкаф, в котором хранится его послание, Сефер Тара. Но вот такое желание, первое, испугались, второе, вернулись к привычному, воспользовавшись этим испугом, должны были нести ответственность, но Нахам Алейбович говорит, они еще не выросли, они еще не выросли, нужен очень долгий путь воспитания, и только после него можно давать испытания, которые человек может преодолеть, воспитанный, хорошо знающий свою религию человек непоколебим, он непереубедим, и что бы ни случилось, он все равно, как Йог говорит, вот он убивает меня, а я все равно буду на него полагаться, это ж какое воспитание надо было пройти, этот молодой народ, который создает в панике создает золотого тетца, он еще не готов к такому взрослому решению, и по поводу паники Бубер тоже говорит о том, что они были в состоянии стресса, потому что мышей исчез, вот как я уже говорил, он сказал, что будет 40 дней и не пришел, и мысли, какие мысли наши комментаторы приписывают еврейскому народу в то время, мысли были такими, что он пошел к Богу, он пошел куда-то вверх, хотя он нужен здесь, там, где мы находимся, а он ушел куда-то вверх, они там с Богом договорились и вместе ушли, то есть Маше и Всевышний просто оставили, бросили, бросили народ на производ судьбы, и брошенные дети, брошенные взрослые, брошенное государство, без руководителя, в этот момент, когда оно паникует и боится, начинает придумывать что-то и делает своим рукам, берет ситуацию в свои руки, а это, как правило, ребят, рак и щука, и в данном случае, конечно, была паника очень большая, и еще нужно обратить внимание, это как раз, я все время говорю о наших днях, я все время говорю о сегодняшнем времени, сколько людей погибло, когда Маше наказывал народ, он заставил выпить воду с пеплом этого золотого тельца, и говорят, что часть людей погибла от наказания, от этого наказания, как у нас есть обряд выяснения, верна или не верна жена, и вот кто неверный, тот погибает, тот, кто верный был, тот должен оставаться живых, с ним ничего не случится, так вот, помимо трех тысяч, которые были убиты, вот еще кто-то еще погиб из тех, кто выпил эту воду, и, ну, по крайней мере, из того, что нам конкретно в цифрах дано, вырезали, левиты, вырезали три тысячи человек, сколько людей вышло из земли, 600 тысяч человек, сколько вырезали, три тысячи, несампоставимые понятия, и вот тогда комментаторы наши говорят о том, что понятеры самые громкие, вот эти три тысячи смогли смутить, мало того, говорят, что это вообще были не евреи, а тот сброд, который вышел вместе с ними, с евреями, потому что они хотели большого счастья, ту самую землю, которую обещал всем лишним, и поэтому вышли, говорят, что это, ну, по крайней мере, несравнимо маленькое, три тысячи по отношению к 600 тысячам, это, конечно, капля в море, но они были настолько громкими, настолько кричали, именно они подошли, именно эти три тысячи подошли, потому что если было больше, убили бы больше, нет, вот эти три тысячи все видели, это были свидетели, кто видел, что именно они были возмутителями спокойствия, вот эти возмутительные спокойствия, вышедшие на одну какую-то маленькую площадочку перед Аароном, запугали его и сказали, сделай нам сделай нам тельца, и этим ввели грех весь остальной народ, очень часто вот такая народ, как большая масса, он как проголоченный умертный, и вот только маленькие вспышки таких вот паникеров, они в основном сбивают с пути, и поэтому они были наказаны, и поэтому большая ответственность сегодняшний день, большая ответственность, мы видим паникеров, мы видим, что они пытаются нас заставить паниковать, мы чувствуем это, мы читаем это, и если есть в голове то, то ты понимаешь, что тобой пытаются манипулировать, и не идешь на это. Могли, могли предотвратить, могли, конечно, могли, но Штензаль пишет, например, оправдывая Аарона. Многие комментаторы, особенно ранее комментаторы, ругали Аарона, и говорили, что он должен был вмешаться, он должен был попытаться, он должен был привести, помните, как Егуда разговаривает с фараоном, с Йосефом, ну, не фараоном, а Йосефом, представителем фараона, когда он с ним, там целая речь, когда он наезжает, даже, прошу прощения за терминологию, наезжает на Йосефа и говорит, это ты, это ты сделал, и потом на попятную, на мрабы твои и так далее, и так далее, это была очень такая хорошая политическая речь, почему Аарон ничего не сделал. И Штензаль сегодня немножко оправдывает и говорит, что Аарон пацифист, он миролюбец, он видел, что в любой момент может начаться гражданская война, настоящая гражданская война, потому что то, что они хотят, то, что они просят, это угроза. У него нет той харизмы, которая, той силой воли, которая у Маше, и он поэтому такой мягкий руководитель, и он, ну скажем так, это не популизм, это другой популизм в современном мире, это совсем другое, это обещать людям то, что никогда не исполнишь, но то, что они хотят. А в данном случае он сделал то, что они хотят. Он не обещал ничего, он сделал то, что они хотят. Ради мира, говорит, что это, ради поддержания мира. То есть, чтобы не вспыхнуло восстание, чтобы не вспыхнуло, потому что, если они решат и его власти, он сохраняет власть, только чтобы хоть немножко контролировать ситуацию. если они лишат еще и его, то Маше придет и, в общем-то, верхушка власти уже не устоит. И поэтому он делает так, потому что думает, что все-таки Маше придет, порядок все-таки доведет. Маше действительно руководитель. Помните, мы знаем, вот есть король и кардинал, есть командир и есть комиссар. Вот это два разных человека всегда. Вот Маше это настоящий руководитель, человек с сильной волей. А Аарон это идеолог, это человек, который делает жизнь комфортной для всего народа. Говорили о том, что он добрый, что у него речь была очень приятная, что он мир носил и в семье, и между, так сказать, группами. И он такой особенный человек. Но когда мы говорим о руководителе, мы можем подумать, немножко поразмышлять, каким бы хотелось его видеть. Первое, конечно, сильным, потому что мы видели с вами на нашей истории, мы видели слабого человека власти и все пошло прахом. Слабых там съедают. Как в бизнесе. Слабых съедают. Не может быть руководительства. Поэтому он должен сильным, но если он сильный и у него нет плана, он просто ради власти стоит, то этот человек разрушает государство точно так же, как и слабый. То есть две вещи должны быть у него, и это есть умаше. Это есть умаше. Он силен, как никто другой, и у него есть божественный план. Всевышний ему говорит освободи, приведи и я дам. И вот это и есть план. Вот земля обетованная, которая обещана была братцам, она как награда за выход из Египта, за мужество, которое они проявили, за преданность, которую они не проявили в этом случае, в одном единственном, слава Богу, случае. и в этом случае ему в награду будет дана, ему в этом народу будет дана земля, и это звучит как раз в форме плана. Плана. Сила и план. Если руководители такого плана нет, если он не знает, какую страну из кризиса, ну, он просто силен, ну, что она ему дала, поживет, поживет и перестанет жить, будет другой какой-то. Вот. И я еще хотел вам показать картинку, потому что один из, уже напоследок, один из комментариев звучит так. Да не хотели они другого Бога. Просто в то время на Ближнем Востоке, а они были знакомы с культурой Ближнего Востока. Символом силы был бык. И вот у Всевышнего мог быть любой престол. Сам Всевышний наш говорит, но не сейчас, он чуть попозже в Соллах выглядит, земля мой престол. Вот небеса мой трон, а престол, то есть ступени этого трона это земля. И в то время богов изображали стоящих либо на львах, либо на керувах, либо на быках, то есть что-то мощное, сильное, а на нем стоит все мощный такой большой какой-то бог с крылышками, как правило, или с рожками какими-то, вперед завернутыми. И поэтому что захотели? Они не хотели грешить, есть оправдание еще и народа самого, они не хотели грешить. Они увидели, что Маше ушел, а Маше мог только с богом разговаривать, Маше знал, как его позвать, и всевышний сам с ним разговаривал, дым появлялся, то стол, то шкина как облака, а как же нам его сделать? Вот Маше ушел, мы не знаем как, давайте его, ну понятно, что это немножечко не так, не так, наивно, для нас наивно, давайте его приманим. из самого дорогого, из золота, дороже ничего нет, из золота мы ему сделаем, чтобы он ногами встал на этого быка, и он всегда будет с нами. Мы его, ну не то, что подкупаем, но такой вот комплимент ему делаем. Не столько с кинью собрания, с кинью тогда еще речи не было, вот, она потом появляется в форме приказа и плана, а вот если мы сделаем, то он вроде как бы и придет. С Маше без Маше, но он придет в Ахистане. Я вам хотел показать картинку, как это могло выглядеть. Так, фотографии. Сейчас, две секундочки. Вот одна картиночка. Видите, внизу там бык. Это все вышли, ну, это не все вышли, естественно, фу-фу-фу, фас на колено. Вот, это какой-то ассирийский божок, и, значит, вот он стоит на быке. И наши думали, что, и наши думали, что, вот на таком быке, может быть, и наш Всевышний захочет встать. Вот он, это уже не совсем бык, это керув, то есть голова быка, лапы льва, крылья, у него, значит, птичьи, но вот еще рога, как у быка, и вот какой-то очередной азиатский бог стоит на этом. И поэтому наши мудрецы оправдывают поступок евреев, говоря о том, что, да нет, они хотели как лучше, но вот получилось так, что провинились из-за этого, а хотелось просто приманить того же самого бога, только вот таким дорогим подарком. Ладненько, немножко поговорили о двух вещах, я надеюсь, что что-то интересное останется в памяти, и мы каждый год будем перечитывать и вспоминать, что мы в прошлом году говорили. Хорошо, тогда до следующего.